Меня зовут Миша и я иногда хожу в походы. Сегодня наша встреча будет посвящена Гренландии и рассказываю о Гренландии. В общем, я начну с карты, ну как бы обычно начинают с карты. Вот она, Гренландия, огромный остров в Атлантическом океане, вот она Исландия, вот Норвегия и вот красненьким кружочком обведено то место, где мы плавали. Это была наша локация. Вот вторым красненьким кружочком обведена локация на Лафотенских островах, где мы плавали буквально за неделю до Гренландии. То есть мы с Лафотен переехали в Осло, Осло-Рейкьявик, Рейкьявик-Кулусук в Гренландии. Следующая картиночка. Вот в более крупном масштабе, где мы плавали и вот схематически нанесена ветка маршрута. Вот так вот и вот так вот. А теперь можно видео. И перед началом презентации я бы хотел посмотреть видосик, потому что все равно все скорее всего до конца не досидят и поэтому видео будет в начале, и там будет все самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Их раньше никто не видел. Я сам сегодня их видел второй раз. Значит, сегодня мы будем делиться опытом, делиться впечатлениями, рассказывать, как это было. И еще раз делиться опытом. И поэтому я посчитал самым лучшим притащить с собой весь вот этот реквизит, так чтобы это было максимально интерактивно. Вот конкретно эта лодка, она в Гренландии не была, но она точно была в Норвегии, была в Турции, была на Черном море и еще бог знает где. Так что вот можно будет потом подойти, походить, потрогать, посмотреть. Лодка укомплектована вот ровно точно так же, как она была укомплектована в Гренландии. Просто такая же лодка, но другого цвета. Там для наглядности лежит костюмчик, в котором я плавал в Норвегии. И в Гренландии, в общем, в летом я в нем провел 46 дней вот в этом костюмчике, который лежит. Если в процессе рассказа вы будете задавать какие-то вопросы, мне будет так интереснее и легче рассказывать. Это не возбраняется. Значит, еще раз о том месте, где мы были. Вот она Гренландия, вот она вся такая беленькая в льдах. Но самое интересное, что за полярный круг мы не заходили. И полярный круг проходит даже с Северной Исландии. А вот Лафатены, которые находятся за полярным кругом. И для сравнения, вот фотография этим же летом сделана в Швеции за полярным кругом. Вот это линия полярного круга. Здесь температура где-то плюс 26-28. И вот Гренландия. Это было для сравнения. Значит, я начну, пожалуй, свою рассказ. Первая фотография, когда мы увидели Гренландию из окна самолета. Маленький самолетик двухмоторный с высоким расположением крыла. И вот первые айсберги, первые льдинки, первые фьордики. Вот такой вот самолет. И все видно, что происходит у пилотов. Вот самолет приземлился. Грунтовая полоса. Мы из него высаживаемся. Еще чистые, побритые и не обветрившиеся. Вот наше все барахло, которое мы с собой приперли и потом обратно увезли. Вот товарищ на квадроцикле делал две ходки из аэропорта, чтобы нас забрать. Лагерь в поселке Кулусук на озере. Местные жители. Местные пейзажики. Погода меняется очень стремительно. И только было ясно светло, как ветер набегает тучи, туман, бряка. Вон видно местные, по-моему, кто-то из наших ловит уже форельку. Там есть такие вот каяки, то есть там их можно взять прокат, с собой тащить, как это делали мы, совершенно необязательно. Но, скорее всего, цена на них будет намного больше, чем притащить с собой. А что дешевле? С собой притащить. Местные саночки. Вот местный кит. Вопросы можно по ходу задавать или потом? Ну, какие-то, если важные, то по ходу, а можно и потом. Местное население. Какая-то интересная трава. Ну, важно. А статус этой территории и требуются какие-то пермиты, и сколько это стоит? По подробности. Именно по этому региону. Пермитов, насколько мне известно, никаких не требуется. Да, просто приехал и сюда пошел. По гранзонам, ничего нет? Никаких нет. По гранзонам разрешения, по-моему, есть только у нас и в России. Ну, я сталкивался только у нас и в России. Просто прилетели, заре поплыли. Да. И самое интересное, где бы я ни плавал по Украине, где-то в Норвегии, на Черноморье и в Турции, я нигде не видел такого количества каякеров, как в Гренландии. То есть вот там на единицу площади каякеров большинство. При том, что это, наверное, самые ненаселенные и самые пустынные места. То есть я одновременно видел там минимальное количество людей и максимальное количество каякеров. А каякеры были в походной? Да, в походной. Там все каякеры походные. Это значит утро второго дня и вот свежевыловленная рыбка. Магазин. Как видно, да, как видно полки пустые. Да, закупка была там, полки пустые. Мы все выгребли. В общем, местный магазин. Местный магазин, он размером, например, как этот магазин или как средненький АТБ. И в магазине продается все от продуктов до одежды, до ружей, патронов, снастей и очков дополненной реальности Sony VR. Все в одном магазине. Это, в общем, то место, откуда мы стартовали. Как видно, здесь сейчас отлив. Местное население. Вот, кстати, группа каких-то каякеров. Это, по-моему, были то ли британцы, то ли французы. И, как ни странно, они с собой привезли разборной каяк. Это на утирейт французского изготовления. На деревянных костях. Вот же эта же лодка. На деревянных костях. Это наши участники. Это уже наши лодки, спакованные и собранные. В общем, здесь в лодках лежит снаряжение, пропитание, амуниции на 17 дней автономного похода. Мы считали, что вместе с пассажирами лодка весит где-то порядка 400-450 килограммов. А как с водой, там пополнением водой? Вода там есть везде. Это будет видно позже. Вот финн. Плавничок какой-то касатки. Очень похоже на скек для САПа. А может лучше выключить свет? Да, так лучше будет. Вот перекус перед отправлением. И после этого мы уходим на 17 дней в автономное плавание. Значит, вот подробная карта нашего маршрута. В путешествии мы пользовались только бумажными картами. И вся навигация у нас была только по бумажным картам, по рельефу и по компасу. А карту сами рисовали? Нет, карту не сами рисовали. Карту купили, отсканировали и распечатали на пластиковой бумаге. Такая вот в соревнованиях используется. Да, да, такое продается. А где? В Римваде? А? В Римваде продается? Не, не, это было напечатано в Киеве. Это было напечатано в Киеве. Почему только бумажная карта? Это ваше желание? Да, это было такое желание. Как бы по навигатору не ориентировались. В принципе, рельеф везде понятен. Везде все просто понятно. Стоянки нам были некоторые заранее известны. Значит, а можно все-таки выключить свет? Я попрошу. Значит, вот мы начали из Кулусука отсюда. Пошли по морской стороне на север. И наша цель была увидеть вот эти вот ледники. Самый большой ледник в районе Коралли-Глетчер. Потом после ледника мы пошли на юг, фьордами, протоками. И вышли обратно в Кулусук. То есть маршрут получился кольцевой. Сколько дневные переходы? А сколько дневных переходов? Сейчас расскажу. Значит, так нам повезло, что у нас была тактика хождения. Мы один день плывем на байдарках полностью. Один день посвящаем гребли. Находим стоянку. И следующий день это у нас трекинг по окрестностям. Потом следующий день мы снова гребем. Потом находим стоянку. И снова у нас один день этот трекинг по окрестностям. Как оказалось, тактика очень хорошая. То есть можно максимально посмотреть и море, и береговую линию, и какие-то внутренние горы, и перевальчики. И куда-то там сходить и погулять. То есть оно очень разнообразно. И ты не устаешь только от гребли. И видишь максимально много. Очень классное разнообразие. Не хочешь гулять, не гуляешь. Себя валяешься, чистишь рыбу, ловишь рыбу, жаришь рыбу. Хочешь гулять, идешь гуляешь. Да? Не расслышал? Да, конечно. Тут как бы очень сыры, колбасы, хамоны, пармезаны, каши, картошечки. Дальше будет видно. Оладушки жарили. Значит, вот первые льды, первые айсберги. Сначала, вот когда мы их первый раз увидели, было непонятно, вот мы же не гляциологи, непонятно, когда он перевернулся, давно ли перевернется, или скоро ли перевернется. Но потом по форуме уже стало понятно, что вот этот недавно перевернулся, этот вот-вот. Вот тоже местные жители собаки. Эскимосы к собакам относятся как к расходному материалу, и частенько их отправляют на какой-то камушек, на какой-то островок, кидают им туда тюленя, и собаки себе там целое лето живут, поедая этого тюленя. Вот они очень сильно хотели с нами уплыть. График изначально был спланирован, но потом мы его корректировали. Но были мы там не впервые. Были товарищи, которые там бывали и до нас. Значит, первый день, первый переход у нас это заняло 18 километров, и примерно три часа без остановок. Из Кулусука мы вышли и вот дошли на такой вот каменный островочек. Вот это получается моренная полочка, ручеечек. И там дальше на острове есть озеро, и в озере есть форель. Такие вот пейзажи на островке. Все голое, скалы похожи очень на высокогорье. Вокруг плавают льдинки. Вот форель, выловленная вот в той речушке. И вот, собственно говоря, наша карта. Вот здесь видно, что, я скажу, вот это вот открытое море. И с открытого моря всегда задувало вот такие вот тучи и туман. Во фьордах тучи и туманов не было. Все приходило с моря. И приходило в основном под вечер. Приходило и затягивало. Розовый песочек, палаточки. Вот это же речушка с форелями. И вот это вот форелевое озеро. Вот тут видно. Местное население форель практически браконьерит. Жалуются или нет, я не знаю. Но ловят форель они очень браконьерскими методами. Ну вот на первых фотографиях было видно, сколько в поселении валяется. Вот косатка была, какой-то плавник отрезанный, какая-то шкура тюленя валялась. То есть оно просто там все разбросано, валяется и никому не нужно. Валяются поломанные велосипеды, какие-то старые коляски, какие-то лодочные моторы. В общем, все это разбитое, старое, ржавое и просто валяется. Значит, вот преимущество тактики день плывем, день ходим. Мы приплыли и на следующий день ребята решили сделать такое восхождение. Вот на вершинку. Высота вершины порядка 600-650 метров. Ребята ходили на вершину и принесли оттуда таких вот фотографий. Сыпухи, развалюхи, снежники. Вот оно, наше озеро. И где-то вот здесь вот за горбиком наша стояночка. А вот это получается вид на юг. Это все Северная Атлантика, открытое море. Это внутренние озера на острове. И вот форель. Вот тут была сфотографирована форель. А как она туда попадала? Возможно... А, она туда же приходит на нерест. Она по речке приходит в озеро на нерест. А, то звездок есть? Да, да. В тех озерах, там где связаны какими-то речушками, обычно водится рыба. Если местные только ее не выбили. Вот это тоже озеро. А вот это вот уже фьордики. И на следующий день мы как раз прошли вот мимо вот этих вот айсбергов, вот сюда вот. Такие фьорды. Тут как раз видно, что сейчас отлив вот по цвету вот этих вот таких коричнево-зеленых водорослей. Вот это вот. Вода ушла, и скалы обнажились, и видны водоросли. В общем, самое, что забавное в Гренландии, это размеры, высоты и размах и простор. Вот эти вот горы, которые видны на фотографии, это все примерно по 1000-1200 метров. Причем это от нуля, от моря и до вершинки. И когда ты видишь перед собой вот такую огромную махину, ты абсолютно не понимаешь ее размеров и дистанции. То есть глазомер на дистанцию не работает. И там, где тебе кажется, что это 2 километра и плыть минут 20, на самом деле это может быть километров 5-6 и плыть час. Из-за вот таких огромных высот. Вот что мы кушали. Это сушится картошечка, цебулька, морковка и лимончики. В тенечке она проветривается. Вот, собственно говоря, форель из озера. Местная флора. А на щелы вы? Ну, такие бабочки, на какие-то побрякушечки. Вот, значит, еще раз по маршруту. Вот Кулусук. Вот отсюда мы вышли, прошли. И вот здесь вот мы встали. И это примерно вот 18 километров. Это был наш первый день. И вот на вот этом вот острове мы ходили себе гуляли. Вот тут вот видны озера. И там, где я показывал открытое море, то есть видно было вот это вот все. Дальше, значит, это уже был первый день. Второй день мы отдыхали на острове. И на третий день мы сделали за день вот такой вот переход. Это как раз было вот те вот 42-44 километра за день. И вот он второй день. Это только Юра вышел на воду, кинул удочку в яму. И вот рыбка появилась. Вот тут видна сама удочка, ее крепление. И вот площадка на лодке. Вот она вот эта вот площадка. Вот сюда вот через переходничок крепится удочка, и она там всегда живет. Гребли не мешают, ветер не цепляет. Вот такая вот рыбина. Это, по-моему, треска. Вот такие льдины. Вот громадный айсберг. И тут, кстати, видна разница между вот этими айсбергами и между вот этим. То есть этот такой вот, он серенький, он весь похожий на камушек, на такую вот гору. И он, скорее всего, скоро либо разрушится, либо перевернется. А вот этот айсберг, он уже переворачивался один раз, потому что вот он такой вот обмытый. И вот он тут подточен. Вот этот уже скоро перевернется. Это такая огромная махина. Это, наверное, этажей 9 был в высоту, потому что до него вот дистанция порядка полутора или двух километров на самом деле. Значит, еще раз про масштабы и про объемы вообще вот этого вот всего. Ну, это просто огромнейшие открытые пространства, которые впечатляют. Вот как вы думаете, вот от сих до сих, какая высота вот этой вот вершинки? Два километра. Ты сейчас инфа. Нет, это 900 метров. И тогда следующий вопрос. Какая вот дистанция примерно вот до вот этой вот точки? Ну, тут примерно ровный берег. Это 6 километров. Это 6 километров, и вот это вот пересекается примерно за час. Вот эти вот льдинки находятся в полутора километрах от берега. То есть вот от этого места, вот наш лагерь стоит здесь, вот отсюда до льдинок это где-то полтора километра. Отсюда до сюда это 6 километров. Это внутренние уже какой-то... Да, да, это внутренние фьорды. Вот такие льдинги. Это у нас следующий день тоже был день отдыха, день трекинга. И вот ходили, гуляли, смотрели на озера. На озера, на речке. Ландшафты очень такие похожи на тундру. Ну, это и есть в принципе тундра. То есть тундра, высокогорье, скалы, камни, мхи. Никаких животных, никакой растительности. Нам обещали, что там где-то видели медведя какого-то белого, но мы его не видели, к сожалению. Или, к счастью, не видели медведя. Вот такие вот айсберги. Причем самое интересное, что эти айсберги, они пришли, получается, с севера по восточному краю Гренландии. Они спустились с севера, и потом ветрами их обратно загнало вот в эти вот фьорды. То есть это не те айсберги, которые откололись с ледников. Это айсберги, которые пришли с полярной шапки. И их просто южными ветрами позагоняло в фьорды. Туманная погода в основном была хорошая. Вот ребята как раз поплыли до айсбергов, чтобы поснимать их. Вот эти айсберги первые, которые были на видео, это как раз вот эти вот две льдины. И оказалось, что до них полтора километра. И дрон до них может долететь, а вот вернуться он уже может с трудом. Вот айсберг, который был на видео. Вот он недавно перевернулся, и видно, как вот подточен. Там на видео было, там, где Инна, ребята проплывали вот так вот по кромочке, и Инна рукой трогала льдинку. Почему они переворачиваются? Тает, смещается центр тяжести, и кувырок, и все. А в связи с этим не опасно ли вот они как-то? Очень опасно, потому что никогда не знаешь, когда он перевернется. Очень опасно поэтому. Видели. Красиво. Очень красиво и очень страшно. Вот этот вот, скорее всего, скоро перевернется. Вот этот перевернется уже не скоро, потому что он такой плоский, и он недавно перевернулся. А вот этот, скорее всего, скоро перевернется. Вот еще одни остатки кита. Но это непонятно. На самом деле это могли местные поохотить этого кита, его разделать, а тушу просто бросить. Такой вот он красивенький. Это бычок. Значит, пробовали мы ловить крабов в краболовке, но ловились только бычки. Бычки, кстати, вкусные. Большие и вкусные, и мясистые. Такой вот топлячок бывает. Вот этот же кит. Вот. Дрон выбрал себе место и сел на единственный плоский камушек. Значит, по погоде. Днем может быть очень тепло и даже жарко. То есть, в принципе, можно ходить там в майке или в тоненькие флисочки и в каких-то шортах. Вечером солнышко куда-то скатывается за горку, рядышком лед, холодная вода, причем вода где-то плюс 2, плюс 3 температура, и сразу приходится одевать шапочку с помпончиком, пуховочку, флисочку, штанишки, подштанечки, шерстяные носочки и вот все вот это. Вот заготовка дров, сушка дров, костер, пресная вода. Вот, собственно, так дрова заготавливаются, собираются и перевозятся. Значит, вот это какой-то пит-стоп, перекус, фотографии на воде. Вот можно так вот заплывать вот этим вот льдином, но как бы фотография такая очень счастливая, очень радостная, но ребята сфоткались и быстро-быстро-быстро оттуда умотали, потому что бог его знает, когда она перевернется. То есть сфоткались и быстро-быстро-быстро оттуда сваливать. Как бы рядышком плавать можно? Вот здоровая махина. Вот эта тоже махина скоро перевернется. В общем, это где-то, наверное, этажей 6-7. Такая громадина. И вот когда она начнет переворачиваться, там, по-моему, от 70 до 90% в зависимости от плотности самого льда, сколько в нем пузыриков, и в зависимости от плотности морской воды. Вот, собственно говоря, видно, сколько их здесь. Это вот ребята на пластиковых лодках. То есть это одна группа ушла на каркасных лодках, на пластиковых лодках потом были. И в общей сложности мы, наверное, где-то видели порядка 5-6 групп. То есть очень много лодок. Не каждый день. Ну, не каждый день, но ни в одной стране я столько каякеров не видел. И никогда не было такого, чтобы я других людей не видел так, чтобы 4 или 5 дней не видеть никаких людей, вот кроме как из своей группы. К нам приходила лисичка. Мы ожидали, что лисичек будет очень много, что они у нас будут воровать еду, но лисичка была только одна. Потом тоже приходили, правда, лисички, рыбку таки своровали. Ну, вот это первая лисичка, которую мы видели. Вот, собственно говоря, мы подходим к тому месту, до которого мы хотели добраться. Это Корали Глетчер. И вот Костя был там за 2 или за 3 года. За 3 года до этого. И ледник за 3 года очень сильно растаял. Вот за 3 года до этого, вот этого не было вообще видно. Этого вообще не было, вот этого места. Очень сильно подтаял, разрушился. Вот тоже интересный момент. Вот сколько примерно вот до кромки ледника, вот с того места, где мы стоим. Тут порядка 15 километров. Порядка 15 километров. Такой огромнейший фьорд. Ну и вот видно вот этот вот бараний лоб. Вот две маленьких лодочки. И вот это вот огромнейшая махина. Вот это вот все под вечер, это уже где-то порядка 6 вечера. Солнышком все прогрелось, нагрелось. И это все очень активно сыпалось, очень активно таяло и очень активно грохотало. И мы все ожидали, что обрушится что-нибудь такое здоровое, огромное, подымет волну и нас куда-то выкинет. Но нет. Там такие вот сираки. Все тает, рушится, тает. И скоро это все исчезнет. То есть вот получается вот этот бараний лоб, про который я говорил. И получается 3 года, за 3 года до вот этого ледник был аж вот здесь вот. И этого бараньего лба не было видно. Вот это вот не настолько сильно. Ну вот чуть-чуть он выглядывал. Многие ледники совсем потаяли, совсем ушли. Их не видно это поклонение подробностей. Вот это, собственно говоря, ледник Коралли Глетчер, на который мы очень стремились попасть и таки попали. Это самый огромный ледник вот в этом вот районе. Вот эта вот высота, это 2,400. 2,400 была на карте отметочка. Вот этот вот шпиль, это 2,400. Вот кромочка ледника, это примерно пятиэтажный дом. И вот весь фронт ледника, это примерно 5 километров. То есть можно вот вдоль ледника путь порядка 40 минут. Стоянка называется на бараньих лбах. Я думаю, что многие знают, что такое баранье лбы. Вот они видны такие обтесанные круглые огромные камни. Значит, когда мы готовились к походу, я смотрел, проверял старые карты и нашел карту 50-х годов. И там очертания ледников на этой карте. Мне стало интересно. И там карта, там можно было померить, посмотреть ледники. Я померил, открыл Google Maps, еще раз померил. И оказалось, что за 50 лет ушло порядка 5-6 километров ледника. И раньше в 50-е вот этот ледник с вот этим вот коралек-глетчером, это все был один ледник. И вот тут вот видна как раз вот хорошо вот эта светлая полосочка. Это то, что еще не успела зарасти травой и мхами. Это то, где был ледник и куда он доходил. Вот она вот эта полосочка. Это вот камушки обтесанные с включениями гранитов или мраморов. Это вот высоты порядка вот 9-этажного дома. То есть ты к ним так близенько не подплываешь, потому что она периодически что-то обваливается, обсыпается. Вот так вот он выглядит. То есть вот тут вот мы ходили. Вот эта вот 9-этажка. Вот тут ходили и вот отсюда из этой же локации были видео. Как раз вот его первая ступенька. Вот он пошел, 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 пошел туда наверх. И вот видно, что он весь в трещинах. Залезть на него маловероятно. Вот как облака легли, тоже видна мощность его. В этом месте бросали блесну с лезкой 150 метров, так она до дна не достала. То есть здесь какая-то просто неимоверная яма, выточенная ледником. Вот тут, кстати, видно уровень приливов и отливов. То есть вода приходит, уходит и вот так вот немножко подтачивает. Вот это где-то порядка 2 метров в высоту, вот эта полосочка. Ледничок. Плавали вот и по таким льдинам. Это такая шуга плавающая, разбитый лед. Просто, просто, вот просто вот напрямик плывешь и все, вот. И ничего больше. Вот по такому проходили. Из байдарковой девшины, да? Да, да, да. Ничего с ним не происходит. Вот они как раз видны, вот эти вот скалы обточенные, гладенькие, вот эти вот бараньи лбы. Это они уже засыпаны какими-то камнями, какой-то крошкой каменной. А ситуации не было, что на подводе какой-то? Да было много раз ситуации, когда натыкались просто на какие-то камни со всего размаху и как бы... Смотря как наткнуться и чем наткнуться. Ну, вот эта лодка жива. Ее, если интересно, ее можно будет перевернуть и посмотреть, что с ней произошло. Я думаю, что вот эта лодка прошла, ну, наверное, порядка 500-700 километров она проплыла уже. Вот он, этот бараний лоб обточенный. Такие очень красивенькие, очень гладенькие. Значит, у нас был такой товарищ Юра, который наотрез отказался спать в палатке. Мы ему, Юра, Гренландия, холодно. Давай в палатке. Палатка есть. Он, нет, не хочу, нет, не буду. Юра взял с собой тент и стойка, вот спальничек, потентик и все дни он залазил в спальничек и ночевал под открытым небом. Да, Гордиенко? Нет, 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 это Головко из Ордана. Головко, а, да. Ну, очень, ну, там, плюс три, наверное, плюс четыре, плюс два. Но зато Юра единственный был, кто видел Аврору ночью. Больше бы никто не видел, потому что все остальные спали в палатках. Что такое Аврора? Северное сияние. Может, от холода? Это вроде нет. Ну, собственно говоря, вот карта и вот мы решаем, что нам дальше делать и куда мы хотим плыть и что мы хотим увидеть. Вот тут вот на карте вот это вот как раз ледниковый щит материковый, вот этот так называемый айскеп. Увидеть айскеп вот вот в этом районе это такая, на самом деле, не очень простая задача, потому что он находится на высотах порядка двух с половиной тысяч и его видно не с каждой горы. То есть есть места, где ты залазишь на какой-то пупырышек, на какой-то перевальчик, на какую-то вершинку, и ты его можешь увидеть. Но вот так вот, чтобы просто вот залезть на него и его увидеть, чтобы у тебя от горизонта до горизонта, вот сколько вот ты его видишь, чтобы вокруг тебя был ледниковый щит, эта задачка не очень простая и на нее нужно выделить как минимум дней пять и быть готовым к восхождению на высоту две с половиной тысячи метров. Это от нуля до двух с половиной тысяч и вернуться обратно. Причем тысяча метров это ходьба по леднику в кошках в связке с ледорубом. Бараньи лубы с такими вот красивыми трещинками, включениями. Это как делается контент. Это тоже фото о том, как делается контент. Это из цикла «Где побывала моя палатка». И вот, собственно говоря, фотография снаряжения, что же на себя одевалось и в чем ходить, чтобы было не холодно, не мокро. Значит, тут нижнее белье это флисовые штанишки, флисовые носочки, флиска, потом идут сухие носки с пришитыми, сухие штаны с пришитыми сухими носками, куртка, которая одевается на штаны, там оно друг с дружкой состегивается, застегивается и получается такой сухой непромокаемый костюм. Это вот жабки на весло одеваются, чтобы ручкам было тепленько, шапочки, кепочки, бафики, спасательный жилет и юбка, которая одевается на себя на туловище и потом вот сюда вот на байдарку застегивается. Жилеты одевали? Конечно. В жилетах все время были. Почему? Жилет – это безопасность. Нет, ну, все мы знаем, что это безопасность. Ну, вот и все. Безопасность прежде всего. Значит, дальше наш путь уже от Короли Глэчер мы повернули на юг и уже двигались в сторону цивилизации. То есть, как бы такой вот экватор похода был пройден, логический экватор, не экватор по времени, а логический экватор был пройден, мы уже повернули на юг и двигались в сторону цивилизации. И одной из наших Point of Interest это была старая американская военная база времен Второй мировой войны, естественно, заброшенная. Там развалины, старые машины, бочки с солярой, в общем, заброшенный индастриал. Рыба. Американская. Американская. В общем, кто угадает, что происходит на этой фотографии? Property Air Force US Army. В общем, целая куча вот таких вот всяких артефактов, таких вот огромных кранов, экскаваторов, целенькая резина, сделанная в Индиане, бочки из-под соляры или под авиационное топливо. Вот мы себе понавыкручивали вот таких вот крышечек, попривозили с собой. Я думал, нафига мы их везем, но казалось, не зря. А вот, собственно говоря, это взлетно-посадочная полоса от вот этой вот базы. Вот какие-то столбы, куча бочек, куча бочек, еще куча бочек. Это завалившийся ангар, такие вот катки паровые, машины в ангаре. Естественно, что каждый, кто туда приезжает, себе хочет выцепить кусочек на память. И вот повыцепляли. Но я думаю, на самом деле, что это местные, еще бог знает, когда повытаскивали эти двигатели, поделали генераторы, а этих генераторов уже тоже давным-давно в помине нет. Но, как видно, американцы делали все очень качественно, железо толстое, но поржавело, но не сгнило. Дорог там нет? А? Дорог нет. Нет, дорог нет. Там машины стоят. Такая еще целенькая резина, цепи. А что у нас за фото ведете? А какие письма были? Телефоны, фотоаппараты, там какие-то беззеркалки были. Солнечные зарядки. Солнечные зарядки тоже у нас были с собой, и электричество было вообще, ну, солнечные зарядки, панельки были очень маленькие, но их было с избытком, и электроэнергия у нас в походе была тоже с избытком. То есть мы заряжали и телефоны, и фотоаппараты заряжали, и хватало, и еще оставалось. Дрон не заряжался, потому что он требует только 220, он не заряжается от пауэрбанки. Это моделька. Такого у вас довольно много на дроне. Да, но батареи много. Батареи у меня всего, 4 батареи у меня всего. Мы потом заходили, заправлялись. Да, вот так вот выглядит наш походный быт. Кухня, стирка, дрова. Вот речушка, в этой речушке тоже есть рыбка. Нет, это получается, это место доходится вот здесь. То есть вот он, Короле Гуэтчер, мы пошли на юг, и вот здесь вот американская база, вот так вот расположена взлетно-посадочная полоса. Ты говорил про айс-кэп. Где вы на этой карте? На этой карте айс-кэп где-то вот здесь вот, там, где карематы. Значит, вот это вот такой вот заливчик, в котором мы ловили рыбу, а этот же самый заливчик во время отлива. Во время прилива здесь вот это все затапливается, и вода поднимается где-то на 2-2,5 метра. Вот оно, вот это место. Вот примерно вот сюда вот мы подошли Байдаркину. Вот до сюда был уровень воды. Вот вода ушла и оголилась. Слодки варите? Нет, не слодки. Это уже результаты рыбы. Такие вот ручейки, махи. Это голубика или черника? Это голубика. Мы собирали голубику, то есть к вопросу тоже, чем питались, собирали голубику и делали из нее такое свежее варенье. Там дальше будет на фотографиях. Вот ребята ходили на вершину к водопадику, и вот получается наша стоянка где-то вот в этом месте, и вот вот этот вот заливчик, это сейчас прилив, а в отлив вода уходит аж вот сюда. То есть вот это вот все вот оголяется. То есть на самом деле, если туда пойти и задаться целью вот в какое-то автономное путешествие, то с собой каких-то там белковых продуктов типа колбасы, мяса, тушенки, сала, там каких-то сыров можно в принципе не брать. Взять какой-то там муки, крупы, соль, сахар и в принципе можно уйти хоть на все 45 дней с минимальным количеством провианта. То есть рыба ловится, рыба добывается, это белок, а углеводики это всякие крупы, каши, хлеб там или оладки можно просто выпекать. свежие фрукты и овощи это вот ягодки, это свежие витамины, водопадики, цветочки. Значит, история про украинский флаг на плече. Когда мы вот в один из дней, мы уже были ближе к цивилизации, это как раз был день отдыха, после дня гребли, мы решили, что мы сплаваем там за 8 километров в поселок Кулумиу для того, чтобы зарядить батареи для дрона, чтобы можно было еще полетать. Значит, пришли мы туда, нашли какой-то этот гестхаус местный, по форме одетый, с нашивочками, и парень к нам подходит и разговаривает с нами, говорит, типа, я из Черновцов. Мы такие, опа, шикарно. Если бы, говорит, у вас вот не было вот этого флажка, то мы бы и не познакомились. Оказалось, что это Витя, Виктор Постнов, наверное, некоторые из здесь присутствующих его знают. Он с Паганелями в Гренландии путешествовал порядка 30 дней. Да, 39 дней у него был соло-поход вот на таком вот по крафтике. Это мы его опробуем. Значит, мы с Витей... Вот он сам, Витя, сидит. Украинского пройдут? Нет, конечно. К сожалению, не украинского, китайского. Значит, мы с Витей пообщались, зарядили дроны, пока он как раз свои батареи заряжал, я свои заряжал, и мы ему предложили к нам присоединиться. Мы ходили как раз на разгруженной лодке. В принципе, было понятно, что скорость вот этой лодки и скорость по крафту, при том, что там немножко было еще против ветра и против течения будет разной. Мы как бы Вите предложили, Витя, давай ты к нам сядешь вот по центру. У нас лодка пустая, мы твою лодочку привяжем и вместе так вот... Витя говорит, нет, я как бы нет, я сам попробую. Значит, мы метров 500 проплыли, как бы Витя мучается, страдает. Мы там два грибка сделали и ушли, а Витя страдает, страдает. причалили к пляжику, Витю пересадили по центру, лодку привязали и за час мы дошли груженные. Опять рыбки. Вот этот поселок Кумиут, то есть, в принципе, то же самое, все валяется, все разбито. Это вот как раз Витина карта, по которой вот он путешествовал. То есть, начал он в Тасилаке, прошел вот на Пакрафте, Пакрафт собрал, прошел пешком, прошел на Пакрафте, тут походил, погулял на Пакрафте и вот сюда вот. И вот здесь вот мы в Кумиуте с ним встретились. Еще раз. Да, 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 да. Как бы, в принципе, рельеф виден, рельеф понятен. У него, кстати, карта была более крупномасштабная, чем у нас. Так что ему было даже проще. Вот такие вот крючки местные используют для того, чтобы ловить форель. Вот на такие крючки ловится форель. Местное население как выглядит? А там, там дальше будет. Как эскимосы. Как эскимосы. Там будут фоточки. В общем, такие вот красивезные льдины. Вот так вот немножко было волнение. В общем, в горах вы максимум не ходили? Да, по-моему, метров на 650 ходили максимум. Значит, вот такая может случиться история, когда с моря приходит туча, вот она так садится, все закрывает, и потом внезапно она может, бац, и сесть полностью, и закрыть. И, значит, вот в этом проливе, вот в этом проливе, а тут примерно 4 километра, вот это 4-5 километров, мы только отошли от этого мысика, сюда сунулись, вот набежал вот такой вот туман, полностью все было закрыто, все село, видимость порядка 100-150 метров, то есть ты отходишь от берега, очертания теряются, и вот буквально тебя вот крутит-вертит, и ты не знаешь, куда деваться, и просто достаешь компас, ложишь его перед собой, берешь азимут, смотришь на компас, и вот так вот гребешь, глядя на компас. И вот мы оказались на таком вот острове. Это остров со старыми кладбищами, со старыми поселениями, то есть тут были когда-то какие-то поселения. Почему они тут были? Потому что вот тут вокруг острова ходит очень много китов, и всю ночь просто были слышны вот эти вот фонтаны, вот этот свист. В общем, ходили мы этих китов, ловили, наверное, часа полтора или два мы пытались их найти, догнать, сфотографировать вот этот вот кадр. Ну, ребята, по-моему, били часа три, чтобы сделать вот такой вот кадр. Сколько у него размер, плота? Ну, это метра, наверное, три-четыре по ощущениям. И на следующий день тоже ходили в море, ловили китов. То есть вот предыдущая наша ночевка была здесь, пришли мы вот отсюда, вот этот вот остров со старыми поселениями, здесь мы ночевали, и вот по вот этому всему огромному фьорду киты туда-сюда шастают. Причем ходят они парами, по двое в основном. По одному их не было видно, все время парами. И вот всю ночь вот это пху-пху-пху-пху-пху. Но когда ты ставишь лодку на воду и пытаешься его где-то догнать и сфотографировать, вот именно вот эту классическую сделать фотографию с вот этим вот хвостом, то есть киты где-то деваются. Они исчезают, убегают, выпадают. Только ты его хочешь догнать, он бац, нырнул, и ты сидишь, его минут 20 ждешь. Где же он там всплывет? А всплывет он метров за 500 или за километр. И ты опять туда бежишь этого кита снимать, а он опять бац, нырнул и ушел от тебя. Нет, почему? У каждого было спокойно? По палатке на байдарку. Четыре палатки было. Четыре лодки, четыре палатки. Вот так вот сушится рыба. Это же самое пикши. Ну, на Юру тоже было место в палатке, но он от него отказывался. Вот эти вот фотографии были сделаны вот в этом вот районе. Вот пересечения. А киты ходят как раз вот по вот этому фьорду. Ну, те киты, которых мы видели. А мы их видели все вот здесь вот. То есть вот видно по карте мы прошли сюда, побывали на Корале Глетчер, спустились сюда. И вот уже наша стояночка. И вот уже Кулусуки. Вот мы практически уже возле цивилизации. И так вот было все время. Вот мы день плывем, день вот здесь ходим. День плывем, вот здесь вот ходим, гуляем. День плывем, здесь гуляем. Потом день плывем, вот здесь гуляем на американской базе. Потом плывем сюда, тоже гуляем. Плывем сюда. Здесь нам не понравилось. Это был единственный день, когда мы сбили наш график, когда мы пришли сюда и на следующий день ушли сюда. Это был единственный раз, когда мы на этом острове не остались на два дня. Что-то не понравилось. Хотели китов посмотреть. Это не идти, это плоские. Очень, очень хотелось пойти дальше и китов посмотреть. Значит, вот как мы запасались икорочкой. Чем запасались? Икрой и лососем соленым. Запасались. Другой рыбой не запасались. Вот перекус на воде с чаями. Вот этот айсберг скоро обломается или перевернется. Вот еще киты. Вот следующий маленький каменный островочек, на котором мы, кстати, тут мы задержались на два дня, хотя никуда не ходили. С этого островка мы не трекали, с этого островка мы плавали. Вот этот вот айсберг перевернулся на наших глазах. Вот этот островок вот здесь вот где-то находится. С этого островка ребята плавали смотреть аж вот этот ледник. Туда и обратно плавали. А я плавал вот куда-то вот сюда вот за связью, за интернетом. Ну вот, собственно говоря, овсяная каша с голубиковым вареньем. Вот эту лединку мы пытались с Володей перевернуть, но у нас ничего не получилось. Бывая идея залезть на него с топором, ее немножко порубать, а потом быстренько спрыгнуть. Вот такой вот маленький островочек, похожий на куриный окорочок. Вот здесь вот видно, где же, не видно нифига. Вот маленькая, вот маленькая лодочка плавает, голубенькая. Вот одна палаточка стоит. Вот здесь вот одна палаточка еще угадывается. И вот одна палаточка. А вот еще вот лодочки стоят. В общем, все оно такое маленькое, миниатюрное. И мы вот сами жили на этом острове. Но где мы брали воду на этом острове? Вот тут вот есть лужа. И вот тут вот есть лужа с пресной водой. Когда снег? Ну, с кипячением. Ну, либо снежник, либо лужа, либо еще снежник, либо какое-то озерцо. Вот на этой фотографии виден остров Кулусук, сам городишко, а вот видна взлетно-посадочная полоса. И в начале нашего путешествия мы вот вышли отсюда и пошли вот в тот вот пролив. Вот все по кругу обошли, 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 и вот вернулись обратно вот сюда. Вот этот вот айсберг перевернулся, а вот маленькая байдарочка к нему плывет. Такая прозрачная водичка. Это вот ледник, который находится напротив Кулусука. Маленький ледничок. Это кораблик, который доставляет в магазины товары, продовольствие, провизию всякую. Такие вот ледины огромные. А вот это вот уже перевернувшийся айсберг. То есть видно вот какой вот он кругленький весь такой, обтесанный. Вот это этот же айсберг, который уже перевернулся. Вот Юра Спыт с веслом в обнимку. Вот это айсберг, который перевернулся. Вот, собственно говоря, с чем мы ходили, в чем было не холодно. Большие корабли. Ну вот местное население. Так выглядит местное население. А так выглядит просоленная кепка. А так выглядит мертвый тюлень. Да. А это вот самое последнее фото. Вот после этого фотографии лодки уже разбирались и дальше никто не плыл, а летел домой. В общем, это участники похода после 17 дней загорелые, обветренные, обросшие, немытые. И только, я не знаю, им не удается быть всегда свежей и приятно пахнущей. Я не знаю, как это у него получалось. В общем, вот. У меня есть для вас еще одно очень интересное видео. Значит, мы тут недавно соскучились по холодам, по айсбергам, по льдинам. И... А можно выключить свет? Где свет выключается? Кто-то знает? И решили съездить на Джоругач. Вот буквально это было две недели назад. И по этому поводу у нас есть видео. нед Tabii. Субтитры сделал DimaTorzok Анатолий После Продолжение следует... 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 Продолжение следует...